Стадион Фишт был построен к зимней Олимпиаде 2014 года. После игр арена была реконструирована, а ее вместимость с 40 тысяч увеличена до 45 тысяч мест. Первоначальным сроком окончания работ называли июнь 2016 года, однако дата сдачи в эксплуатацию была перенесена. Стадион в нынешнем его виде будет открыт 28 мая тестовым матчем сборной России против команды Бельгии. Строительные работы на стадионе завершены. Что необходимо доделать, сегодня лично проверил вице-премьер. С инспекцией Виталий Мутко осмотрел служебные помещения, интересовался системой контроля и видеонаблюдения, поднялся и на дополнительно оборудованные трибуны. Большинство систем, обеспечивающих работу стадиона, уже сегодня готовы к эксплуатации. Вскоре спортивной арене предстоит выдержать первое испытание. Проделана колоссальная работа, администрация края, адаптирован стадион, решены многие вопросы, которые требовали решения. Естественно, конечно, стадион получил свидетельство уже о вводе в эксплуатацию, общестроительные работы все завершены. Сейчас оформляется сертификат, я думаю, что это будет высшей категории, который получит он со стороны Российского Футбольного союза. Объект внесен в реестр спортивных объектов уже страны. К открытию матча организаторы готовят программу. Будущее представление обещает быть ярким, а болельщикам, причем не только российской команды, но и команды гостей, предстоит оценить масштаб мероприятия. Открытие стадиона, как и открытие товарищеского матча, будет очень красочным, ярким. И кубанский казачий хор исполнит и гимн России, и гимн Бельгии. Я думаю, это будет очень интересно. И своим бельгийцам услышать гимн Бельгии в исполнении кубанского казачьего хора. До 15 марта мы получим лицензию РФС и паспорт безопасности. Он полностью готов к проведению и товарищеского матча, и Кубка Конфедерации на самом высоком уровне. Арену такого уровня обязательно будут загружать спортивными событиями. Мы готовы к полному объеме и уверенно идем к Кубку Конфедерации. Это огромное наследие, и, естественно, что те тренировочные площадки, да и стадион смотивируют и дадут возможность все больше и больше нашей молодежи вовлекать футбол. 17 мая стадион будет передан Оргкомитету для организации и проведения Кубка Конфедерации. Перед международным турниром, который стартует в июне, на Фиште пройдет не только товарищеская игра между Россией и Бельгией. 2 мая здесь состоится финальный матч Кубка страны по футболу.